Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Вот я почти все высадила в открытый грунт. Теперь можно поухаживать за томатами в теплице. Сегодня я пришла их окучить. Перезвоню. И расскажу вам, как я это делаю и почему я окучиваю не сразу, а через какое-то время после высадки. Ну, во-первых, специалисты рекомендуют в первые 15 дней, то есть 2 недели, помидоры не окучивать. Я не всегда выполняю рекомендации специалистов, но именно с окучиванием я придерживаюсь этого правила, потому что мне это удобно. Сейчас я расскажу научное обоснование таким срокам окучивания, а потом расскажу, почему делаю я в такие сроки. Ну, во-первых, когда мы высаживаем томат, особенно если это из грунта, из лотка, корневая система у него, как первое время, она же нарушена, восстанавливается. И все растение, вот весь этот куст бросает все силы на восстановление разрушенной своей, нарушенной корневой системы, на образование новых вот этих росточков и на сцепку вот старого земляного кома с новой землей. Ну, как понимаете, оно укореняется. В этот момент растение рост задерживает, оно не образует ни завязи, ни листья, только корневую систему. Когда мы высаживаем вровень, вот как он был в стакане, так и высаживаем, то растению меньше требуется затрат, чем когда мы высадим и еще окучим его сразу. Представляете, во-первых, там нужно все восстановить под землей, вот эту надземную часть, которая еще добавится, и растение будет очень долго заниматься своей корневой системой. И как на зависть, на цветение, на наращивание куста у него силы остается немного. Поэтому, это вот научное обоснование, поэтому специалисты рекомендуют сначала посадить вровень с тем уровнем, какой был у вас, ну как, не заглублять больше. Когда оно приживется, оно уже начинает вот плоды завязывать, цвести, тогда его можно подгрести, как окучить, подокучить. Вот я именно делаю так. Но я делаю так не потому, что я там, как верю ученым или следую их правилам, а просто потому, что когда я высаживаю томаты, наступает самая горячая пора. Только высадишь томаты, тут надо высаживать в открытый грунт, надо высаживать перец в теплицу, надо высаживать огурцы, вся рассада, все дела. И вот эти 2-3 недели как раз у меня очень заняты. Именно когда я все это вот сейчас управилась, этот срок прошел и получается точка в точку. Вот я все дела сделала, как раз прошло эти 2-3 недели. Растение хорошо у меня укоренилось, уже завязались плоды и начинаются другие кисти, вторая, вот третья, вы видите. Теперь я могу спокойно его окучить. Теперь оно уже сильное, здоровое и для образования новых корней ему не потребуется как много, оно уже осилит это. Вот сегодня я пришла, у нас на улице дождь 2-3 дня. Видите, что за пределами теплицы, вообще там другая жизнь. Здесь у нас сухо, хорошо. Я делаю так, я иду вот по своему ряду, но тут уже у меня подокучено. И вот так просто делаю вал. Я приваливаю, вот видите, вот не окучено. Вот так вот приваливаю, приваливаю. Рекомендуется за сезон подокучивать томатики 2-3 раза, чтобы высота вот этой кучки в конце концов была около 12 сантиметров. Можно просто подсыпать грунт новый, потому что вот мне вот я сейчас первый раз окучу, у меня уже не будет, не из чего будет делать второй раз кучку большую. Я просто второй раз чего-нибудь сюда насыплю, если буду окучивать. Если не будет возможности сделать горку 12 сантиметров, это не беда. Как подокучите, так и подокучите. Огородничество это такое дело. Нам специалисты рекомендуют, но делаем мы по-своему. У некоторых людей, которые вообще не слушают рекомендации специалистов, получается урожай даже больше того и у тех, которые слушают и выполняют все правила. Так что я вам сказала, вот как рекомендуется, как я делаю. Вы можете делать совершенно по-своему, можете не окучивать. Я не знаю, окучивают или нет те, которые мульчируют почву, как они рыхлят и окучивают потом. Но я делаю так. Высадила, прошло полмесяца, окучила. Все. Будет возможность окучить еще раз при рыхлении. Я же рыхлю после поливов. Не будет, останется вот такая горка. Но специалисты рекомендуют после высадки, через 2 недели окучить. В течение сезона 2-3 окучивания во время рыхления. И высота горки 12 сантиметров. Все. Я рассказала, как я делаю, как рекомендуют специалисты. Выбор за вами. Все свои видео и все свои статьи я размещаю в Одноклассниках. Рассылаю всем друзьям. Добавляйтесь в друзья, будете получать мои видео. Мои рекомендации, мои фотографии с моим урожаем. Одноклассники, набирайте Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Желаю всем богатых урожаев, независимо от того, ухаживаем мы или не ухаживаем. Иногда бывают и такие чудеса, что растения растут сами. Если хорошая почва, хорошие семена. И даже не ухаживая за ними, можно получить отменный урожай. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok